Девушки отдыхают И как всегда мы, единственные на ютюбе, расскажем об этих машинах максимально полно ТЭП-80 появились ведь не сразу, вижу понятно Сначала коломенские парни выпускали тепловозы ТЭП-60 Отличные машины, всем нравятся И даже Мартин Дизель Ронг про них фильм снял Мощности, правда, не густо, 3000 лошадей Тогда завод запилил ТЭП-70 Первые тапки в 73-м году, а серийно лишь в 78-го Мощность выросла до 4К Но хочется же больше и больше И решили они создать Дизель аж на 6000 лошадок Э вон куда? Вроде как с прицелом на то, чтобы в перспективе заменить два ТЭП-60 Ну вот, построили в 76-м году ТЭП-75 Аккуратно на 6000 лошадиных сил Но опять не задача Вес аппарата вырос так, что мама дорогая 32 тонн на дна только дизель-генераторная установка А экипаж остался шестиосным 24,5 тонны нагрузка от оси на рельсы Это очень много для скоростной машины и таких себе путей Пришлось разрабатывать особую, четырехосную тележку Причем впервые для коломенского завода Да и кузов потребовалось изменить Результатом этих трудов стал вот такой агрегат ТЭП-80, выпущенный впервые в 1988 году В ответ на это в Великобритании собрался ансамбль песен и плясок «Блюр» Кузов тепловоза цельнонесущий Имеет ферменную раскосную конструкцию Как на ТЭП-70 Крыши, разумеется, съемные В них расположены воздушные фильтры, глушитель, рестатный тормоз и охладитель надувочного воздуха На самом тепловозе установлены тяговый генератор переменного тока И V-образный четырехтактный 20-цилиндровый дизель 1D49 Мощностью 6000 лошадиных сил С двухступенчатым турбонаддувом И двойным охлаждением надувочного воздуха Этот дизель оказался крепким орешком для персонала Но об этом ниже Главным козырем тепловоза, как вы уже поняли Стали четырехосные тележки По факту развитие тележки от ТЭП-70 С добавлением четвертой оси И телега стала симметричной С общей жесткой рамой И попарно сбалансированными колесными парами Двухступенчатые рессорные подвешивания И, разумеется, индивидуальный опорно-рамный привод Иначе никак на скоростях Тяговые двигатели постоянного тока И, таким образом, передача тепловоза переменно постоянного тока У 2Т116 похожие Кузов на раму тележки И рама тележки на колесные пары Опирается при помощи цилиндрических пружин С включенными гидравлическими гасителями колебаний Вот такая музыка джентльмены Но необходимо отметить, что наша телега Разработанная в Союзе впервые Имела огромный технический потенциал Да что там говорить, она сейчас актуальна Впоследствии именно эта разработка И сыграла решающую роль в достижении рекордных скоростей Хотя сам Коломенский завод установил конструкционную скорость нового локомотива Всего об 160 км в час Вполне нормальное желание похвастаться новой техникой В Москве на станции Щербенко В 1989 году проходила знаменитая железнодорожная выставка Где демонстрировались многие культовые локомотивы Наш герой на радостях приехал туда своим ходом Вот поглядите какой молодец Отметим еще, что в том же году предприятие выпустило Второй ТЭП-80 за номером 0002 Он еще круче, с тележками разными по конструкции Чтобы выбрать самую топовую И в 1991 году начались приемочные испытания тепловоза Ну что, пора переходить к рекордам Скупые строки телетайпов передают 5 октября 1993 года на 472 км в 16.59 Локомотив ТЭП-800002 установил мировой рекорд скорости для тепловозов 271 км в час Мы же обратимся к публикации в газете Гудок Где в красках зафиксирован весь путь к мировому рекорду Как рассказал один из руководителей проекта Перед ними была поставлена задача провести динамические испытания Со скоростями до 250 км в час Увы, для таких скоростей не подходили ни Щербенко Ни Белореченский полигон Только одна линия На главном ходе Октябрьской железной дороги Позволяла осуществить это Ребятам был предоставлен участок от станции Шлюз До станции Дорошиха За Тверью Никто его для таких скоростей специально не готовил Не менялся даже график движения поездов На испытания был отправлен тепловоз ТЭП-800002 На котором завод заменил тяговые редукторы На более скоростные Первые опытные поездки состоялись в ноябре 92 года И продолжались месяц Все оказалось совсем не так просто, как хотелось бы Например, ДСП одной из станций не поняла, что за поезд отправился на перегон Не ожидала, что прибудет он не через час, а через несколько минут И не успела открыть входной сигнал Когда на тепловозе увидели красный, тормозили всем, что было Ну и наделали ползунов на все колеса Пришлось отправлять локомотив на обточку Еще был случай, когда электричку поставили под обгон не на дальнем, а на соседнем пути Ударной волной от промчавшегося тапка в ее вагонах с грохотом вынесло все стекла А пассажиры открыли маленький кирпичный завод И на самом тепловозе, когда его стали разгонять свыше 200 км в час Лобовое стекло со стороны помощника машиниста стало выдавливаться вовнутрь После чего стекла вынуждены были усилить в креплении Испытания 1992 года закончились на отметке 262 км в час Это был скоростной предел для вагона лаборатории, прицепленного к тепловозу В 1993 году испытания продолжились на том же участке Октябрьской железной дороги Вагон лабораторию отцепили, а всю аппаратуру разместили на самом тепловозе И теплым солнечным днем 5 октября на дистанции 48 км от станции Шлюз до станции Дорошиха В поездке, продолжавшейся всего 8 минут, приборы и видеокамеры зафиксировали скорость 271 км в час ЕММ В той рекордной поездке машинистом был Александр Манкевич Он с удовольствием вспоминает давние события Мне было 33 года, когда я в 1982 году впервые оказался на испытаниях тепловоза ТЭП-70-015 В 1991, как машинист-испытатель, принял новый тепловоз ТЭП-80 Скорость мы поднимали постепенно, появлялась к ней и привычка Я ее уже не боялся, ведь если позавчера 190 км в час, а сегодня 210, это уже воспринимаешь не как прорыв, а как работу Хотя, конечно, скорость была фантастической Из тамбуров поездов, мимо которых мы проносились, мусор, бумажки, уголь воздухом высасывало, только вихри кружились В промежутке между поездками команда исследователей снимала и расшифровывала показания аппаратуры Чтобы вы понимали, на тепловозе стояло 600 датчиков, фиксировавших каждое движение мощной машины Да, мировой рекорд скорости на тепловозной тяге был поставлен и позже закреплен в книге рекордов Геннесса Более того, научными работниками было доказано, что безопасное движение на таких тележках возможно со скоростями до 350 км в час Это был триумф советской техники и, по сути, заявка на лидерство среди стран, использующих высокоскоростное движение Но, увы, как водится, дальше опытных поездок процесс не пошел Сам коломенский завод ТЭП-80 также больше не строил А обе машины вернули на экспериментальное кольцо в НИИ, что в Щербинку Шло время и о триумфе почти забыли Правда, через некоторое время конструкция тележки ТЭП-80 стала использоваться для новых скоростных локомотивов коломенского завода Но сами рекордсмены постепенно ветшали Однажды Щербинку посетили представители компании Сименс Их интересовала конструкция машин, прежде всего экипажной части И она их поразила, как и скорость, которой была достигнута Этого не может быть, в один голос сказали они А что дальше, спросите вы? Полагаем, пришло время проследить генезис машин по годам Используя фотографии с ресурсов паровоз ИС и Трэйнпикс Ссылки на сайты будут в описании Отдельная благодарность машинисту Ластовке и фотографу Бригадиру Сначала ТЭП-80-0001 Снимок 1988 года, где наш герой в первоначальном окрасе Спустя совсем короткое время машину перекрасили вот так На этих фотках от 1989 года тепловоз экспонируется на выставке в Щербе Экспериментальное кольцо 1991 год Дальнейшая судьба машины начала складываться вполне сносно Она, будучи приписанной к ТЧ-31 в Великие Луки Стала таскать пассажирские поезда Москва, Рига и некоторые другие Потом, ближе к середине 90-х, локомотив отправили на КР Но что-то не срослось, ремонт не оплатили И на этом работа тепловоза была окончена Следующие фото уже на Коломенском заводе от 2005 года Состояние агрегата удручающее Тепловоз постепенно разоборудуется А затем переставляется с глаз долой На базу запаса дно в Псковской области Фото 2007 года Деградации достигает апогея И, казалось бы, судьба машины стать вилками Для одного очень известного фильма Но, на счастье, в 2009 году тапок вытаскивают с базы запаса И отправляют в депо Барнаул Алтайского края Где проводят внешний ремонт, чистят, шпаклюют, красят И с мая 2009 года ТЭП-8001 Экспонат музея железнодорожного транспорта города Новосибирска Увы, внутри ничего нет Просто кузов с выпотрошенным оборудованием Да и музейщики много с чем напутали Красные буферники располагались по краям А эти ребята поставили наоборот Напутали с эмблемами На стенке со стороны помощника Был круглый знак Коломенского завода А не герб С цветом тоже не попали в тон А главное, вот эта табличка От 1984 года Изначально она принадлежала ТЭП-60-1193 Молодцы! Ладно, главный аппарат сохранили А что же ТЭП-80-0002? К слову, всегда удивляло обилие нолей в опытных машинах Чтобы еще пару нуликов не добавить Если первый номер был приписан к ТЧ-31 великим луком То второй всю жизнь был внеиштовский Вот фото от 1992 года в разгаре испытаний О рекорде 1993 года мы уже рассказали После этого машину продолжали изучать и испытывать Да не одну, а СП-200 Здесь уже станция Калинин Алтваги помнят Интересные фото 2001 года Оба суперлокомотива в щербе на испытаниях Еще более ламповое фото Скоростные испытания на станции Бабин С-250 Сокол и наш герой Это испытания на станции ТВЕРЬ А вот в том же году на станции Калашниково Там велась обкатка опытного скоростного стрелочного перевода И вновь щербинка тот же 2001 год Этот год был последним, когда ТЭП-80-0002 еще работал После 2001 года наш пациент грустно отставился на путях экспериментального кольца Постепенно ветшая Но сохран машины был на порядок выше, чем у его собрата на базе запаса дно Опять-таки во многом благодаря энтузиастам Тепловоз-легенду все же удалось вытащить щербы И переместить на площадку музея Варшавского вокзала Фото от 2010 года Минус высокая платформа, с которой не видно уникальную ходовку Известно, что спустя несколько лет Вся экспозиция будет перевезена в другое место На Балтийский вокзал Об этом прекрасном музее у нас есть целых два ролика Но смотрите, здесь можно видеть пациента в процессе смены точки дислокации И подготовки к новому месту обитания Вот снимок октября 2017 года Музей только начинает принимать свои локомотивы Сзади видны М-62 и ТГ-102 Их впоследствии выставят на улицу Остальное вы знаете Можно еще отметить, что в России рекорд ТЭП-80-0002 Побил только немецкий Сапсан 16 лет спустя В гудке писали, что он развил скорость при испытаниях 281 км в час Ненамного и больше Впрочем, тут вопрос прежде всего к инфраструктуре ТЭП-80, стоящий в Питере, практически комплектный Иначе говоря, малой кровью машину можно поставить на ход и использовать Ну, скажем, в качестве динамической лаборатории Для скоростных испытаний узлов и агрегатов, локомотивов и вагонов Вам, наверное, интересно посмотреть на внутренности тепловоза И прежде всего кабину Спасибо фотографу-бригадиру за фото Вот, вот она кабина В стилистике 70-х Почти как у ТЭП-70 Штурвал контроллера Тормозные краны Электронный скоростимер Сигнальные лампы под потолком И рычаг, как на базе 672 На фурунку похожий Зато какой изящный штурвал ручного тормоза В целом кабина вполне рациональна и комфортна А так выглядят аппаратные камеры Всякие контакторы и огромный автомат слева Завершая наш фильм, стоит поговорить о технической стороне тепловоза И прежде всего о недостатках Одним из главных просчетов Испытатели видели отсутствие оборудования для электротопления вагонов Это существенно Что еще? Дизель 20-ти цилиндровый на 6000 лошадиных сил По факту чудовищно сложный в изготовлении Коленвал составной из двух частей Который требовал повышенного внимания Разумеется, расход топлива тоже немалый А снабжение такого количества цилиндров воздухом Одной стандартной турбины дизеля Д49 было явно мало Поэтому парни прикрутили еще одну турбину высокого давления Но они эффективны на больших оборотах А пока разгоняешься с хорошим пассажирским поездом Дизель впустую тратит тонны соляры Очень непростая с точки зрения обслуживания ходовая часть Что, впрочем, закономерно при таком количестве осей Кстати, именно поэтому производители масштабных моделей Предпочитают строить подвижной состав на две или хотя бы на четыре оси Но никак не на двух и трех осных телегах Ибо очень сложно, да и ездить по макету Такой локомотив будет заметно хуже Хотя мы знаем одну компанию Которая сможет потянуть и столь сложный проект Евротрейн Вот что важно В каталоге компании много великолепных моделей подвижного состава Такие как ВЛ-19, ЧМ-3, пассажирские грузовые вагоны Ведутся работы над электровозом ВЛ-60 В настоящее время Евротрейн единственный в России Производитель советских и российских моделей железных дорог В масштабе 1 к 87 Более того, они единственные, кто сумел объединить под одним именем И макетную студию И сеть магазинов для моделистов И производство железнодорожных моделей В том числе по спецзаказу Поэтому, если клиенту будет необходимо Парни создадут и модель ТП-80 Будь спок Но оказывается, одним из главных направлений работы Евротрейна Является производство высококачественных и тщательно детализированных макетов Причем любой сложности А что является неотъемлемым атрибутом подобных изделий? Правильно, вокзалы Нас привело в восхищение вот такое чудо Уменьшенная копия вокзала Мариенбург Станция Октябрьской железной дороги в черте города Гатчино Ленинградской области И сам вокзал, и платформа были построены в 1879 году По инициативе и на средства жителей города Мариенбурга Проект выполнил архитектор Купинский Домик получился весьма привлекательным В лучших традициях деревянного модерна С фигурной кровлей, резной отделкой выступа над главным входом и так далее Интересно, что оригинальное здание вокзала сохранилось до наших дней Сегодня это уникальный архитектурный образец железнодорожного строительства до революционной эпохи Более того, это единственное из сохранившихся зданий гатчинских вокзалов Благодаря компании Евротрейн Каждый желающий может прикупить и себе копию вокзала в 87-м масштабе И сам собрать прекрасную модель Как и вся продукция Евротрейна Этот экспонат воссоздан с высочайшей точностью Достаточно посмотреть наши предыдущие ролики Здание ювелирно выполнено из дерева, впрочем, как и прототип Покрасить его можно в любой цвет по желанию А если внутри замутить освещение, то вообще будет найс Поставить такое здание на макет и радоваться Хотя радость доставит и сам процесс сборки домика пряника Прекрасное занятие для всей семьи Заказать девайс можно в интернете Или купить напрямую в Москве или Питере В столице магазины у станции метро Трубная или Маяковская В Питере же торговая точка у метротехнологический институт Ссылку на сайте Евротрейна мы оставим в описании Кстати, страница компании есть и в ВК Мы тут подумали, а ведь символично, что и Мариенбург, и ТЭП-80 Оба они с Октябрьской железной дороги Ладно, пора подвести итог по супертепляку Друзья, товарищи Как видим, все, что связано с отечественными разработками В области скоростного и высокоскоростного движения Увы, жестко буксует И ТЭП-80 не стал исключением Напишите, пожалуйста, как вы считаете Стоит ли сейчас продолжать заниматься своими скоростными локомотивами Или же лучше закупать зарубежные поезда Подписывайтесь на наш канал На нашу группу в ВК и Инстаграм Там очень много интересностей И на стримы заходите Тоже лампово Всем спасибо за просмотр Всем удачи и до новых видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!